что вам первое на ум приходит когда вы слышите американская экстремальная сцена металлика да это известные легендарные и в какой-то мере даже эпохальные коллективы которые заработали мировой статус а как насчет вообще готических проектов каждый год образуется не один десяток новых групп часть из них исчезает также быстро и только единицам уготовано стать лидерами сцены на которых ориентируется публика и вообще другие команды одной из таких лидеров современной готик сцены является группа о которой у нас сегодня пойдет речь успех им был предначертан еще в начале карьеры в 1991 году когда их демо-кассета которая включала всего 4 трека моментально стал одной из самых раскупаемых записей на ближайшие два года а другие команды выступавшие с ними на одной сцене фактически превратились всего лишь в их клонов я расскажу вам о группе которая при претерпела множество изменений в составе и только лишь основатель он же гитарист и вокалист группы был предан своему делу до конца на моем канале вы заметили что в основном я рассказываю про метал группы и вот оно исключение это первый выпуск где я буду рассказывать о рок группе о группе с очень неоднозначным стилем музыкой текстами песен да и вообще весьма авангардным внешним видом усаживайтесь поудобный и сегодня у нас первая часть биографии американской группы лондон автор миднайт поехали лондон автор миднайт это музыкальный проект который создал в 1990 году вокалист композитор мульти инструменталист а также иммигрант из великобритании шон бреннон который всегда входил в живую часть группы бреннон также играл почти на всех музыкальных инструментах в студийной записи вообще сама группа лондон автор миднайт начала формироваться еще во второй половине 1989 года в лос-анджелесе когда шон начал заниматься тем что у него получалось лучше всего чуть ли не с детства это писать и играть музыку все это он делал при поддержке своих товарищей это майкл араклет бас-гитарист и клавишник тамлин который записывал клавишные и сэмплы на демо лондон автор миднайтс и на первый альбом у некоторых песен позже к ним присоединился гитарист эдди хокинг который исполнял партию гитар на концертах в 1990 он ушел потом на время и только вернулся как гитарист на концерты с 1000 с 2003 по 2005 года вообще в ранние годы в группе было очень много разных музыкантов которые появлялись то только на живых выступлениях но никогда не были в постоянном составе группы шон бреннон самостоятельно пишет всю музыку сочинять песни и записывает их исключение в составил только вышеупомянутый клавишник тамлин записавший по просьбе бреннона инструментальную композицию а из которая вошла в альбом а дает из 1998 года о нем чуть позже кроме этого тамлин создал еще одну композицию под названием perversion и позднее записал на демо-кассету ruin 1993 года также художник по спецэффектам ник бенсон играл на бас-гитаре в раннем составе группы и участвовал в написании некоторых песен по названию группы название группы было позаимствовано из ним немого кино двадцатых годов прошлого века она была очень абстрактными атмосферным и по словам лидера группы не относила какому-либо специфическому музыкальному стилю поэтому они и выбрали такое имя кроме того она подходила по темам представленным в музыке группы вообще по поводу названия было две версии первое это london after midnight и второе ted группа выбрала первое в 1991 и 92 году популярность перестала умещаться в рамках одних лицу лишь выступлений и материализовалась в первый релиз команды демо-кассету содержащую 4 композиции данная запись была мгновенно вообще распродана london after midnight выпускают потом вторую демо-кассету под названием ruins они начали выступать в лос-анджелесе еще в начале 90-х годов в легендарном клубе хелтер скелтер где также выступали такие коллективы как на и нич нелс и christian dead группа же сразу начала собирать большие толпы у нее были всегда тщательно продуманные декорации которые дополняли реквизит доставленные со складов компании universal популярность возросла настолько что кассета с четырьмя песнями выпущены в 1991 году стала самым продаваемым товаром в магазинах голливуда даже обойдя новые релизы группы duran duran я не совсем конечно понимаю почему лондон after midnight сравнивают с этой группой мне кажется duran duran больше можно сравнить с норвежскими аха на витринах был музыкальных магазинах также таких как винил фетиш и black and bobs висели вывески с надписью там них так и написано было у нас продаются кассеты london after midnight в конце 1991 года шон бреннан выпускает дебютный альбом london after midnight под названием selected science from the end of the world там вызвав такую же манию как и после релиза первого дэма london after midnight собирали полные залы в андеграундных готических альтернативных клубах таких как хелтер скелтер и зомби зуб а в и в более таких престижных и авторитетных местах таких как виски и угол и рок-си театр в 1992 году состав группы немного меняется полностью в составе группы закрепляется бас-гитарист майкл арик лет после ухода временного басиста роба подзу нас а который исполнял партию бас-гитар на некоторых концертах в 1992 году с 1992 по 2005 арик лет играет в группе и уходит потом также группа в 1992 году сотрудничает с музыкантом джереми меза гитарист который появлялся на концертах только два раза примерно в это же время группе присоединяется дуглас эвери исполняет роль концертного ударника на нескольких концертах с 1992 по 99 сменивший барабанщика я на хаса который играл на некоторых концертах с 90 по 92 года также коллектив сотрудничал с жоном ковеком игравшим на басу на концертах с 90 по 92 год чтобы вы понимали в начале карьеры у лондона after midnight была студийная часть составная и концертная часть коллектива группа сотрудничала с дэйвом херманом басистом который немного работал с шоном бреннаном в 1989 году но никогда не был частью лондона after midnight никогда не появлялся на концертах и для группы не писал ничего и также был еще никто армандо вокалист который немного работал вместе с шоном но никогда не был частью лондона after midnight они сотрудничали в 1989 году в конце никогда не появлялся на концертах и для группы он ничего не писал где его голос в каких записях я честно так и не понял вскоре шон бреннан решил покорить лондон after midnight новые земли и в 1994 году отправился с живым выступлением в мехико и в гвадалахару где у группы появилось огромное количество фанатов а первый концерт собрал 5000 поклонников все они узнали о лондон after midnight из андеграундных журналов там вообще в во время концерта в мехико вспыхнули беспорядки кто-то вызвал полицию концерт был там практически остановлен огромная толпа хлынула на улицу и промоутеру пришлось подкупить полицию только для того чтобы безопасно вывести группу из зала кроме того в 1995 году selected signs from the end of the world первый альбом был выпущен на компакт-дисках и немецким лейблом apocalyptic vision ныне он называется tryson music group вскоре популярность лондон автор midnights в европейском андеграунте стала сильнее а поклонников многочисленнее поскольку продажи компакт-дисков неуклонно возрастали концертная версия коллектива также несколько раз выступала в качестве хенд хедлайнеров на фестивалях великобритании включая знаменитый вы 2 фестивал а также на данном альбоме группа сотрудничала с музыкантами стэйси это гитарист играл на концертах с 1991 по 94 там на некоторых и уильям sky игравших игравший на некоторых концертах он тоже гитарист с 92 по 99 года в 1996 году лондон автор midnights выпускает свой второй студийный альбом под названием психо магнит тексты и музыка затрагивали личные отношения неспособность общества взаимодействовать в позитивной манере психо магнит стал более популярным чем предыдущие релизы и привел к тому что было что были забронированы аж несколько туров которые лондон автор миднайтс провели по всей европе великобритании мексике и избранным крупным городам соединенных штатов америки группа также была хедлайнерами крупных немецких фестивалей таких как зила магазин фестиваль они выступали с легендарными за кьюр перед толпой в 30 тысяч человек в девяносто восьмом году у лондон автор миднайтс также попали во все крупнейшие европейские музыкальные журналы на обложке всех европейских газетных киосков с такими исполнителями как на и нич нэйлс и металлика и группа активно черпала вдохновение о из творчества таких команд как тирекс и гип-оп в дурс дэвид боу и а также из музыкальной стилей это транс и это драм-н-бэйс это старый нью-йоркский панк-рок и из творчества композитора берна на херман а из интервью с вокалистом меня вдохновляет любое творчество это может быть кино живопись театр и танцы не обязательно музыка взрослее я слушал саундтреки к фильмам и классическую музыку потом увлекся дэвидом боу и и вэль вэт андеграунд панк-роком постпанком и так далее но я например не фанат большей части металлической музыки и ранее в том же 1998 году шон бреннан подписывает контракт с лицензионное соглашение с американским лейблом метрополис рекордс где выпускает предыдущий компакт диски лондон автор миднайт и собственно на этом же лейбле выходит новый альбом под названием а дает из сборник живых выступлений и ранее не издававшихся песен а также 30-минутный видеоклип под названием и на сан лосс одновременно лейбл апокалиптик vision выпускает альбом а дает из в европе с 2000 года лондон автор миднайт отыграли несколько концертов сша одной из которых было снято энтертеймент телевизион это специальный выпуск о ночной жизни в лос-анджелесе в 2000 году этот выпуск включал в себя короткое интервью шоном бреннаном этот выпуск транслировался осенью 2000 года на телеканалах в 120 странах по всему миру но в итоге конечную версию существенно так порезали летом 2001 года лондон автор миднайт возглавили в эйв готик трифен в лейпциге это легендарный готический фестиваль в германии они выступали там уже третий раз на котором собралось 15 тысяч человек а затем группа отправляется в турне по южной америки мексики и сша где выступали перед десятками тысяч фанатов и засветились даже на viax на популярном в южной америке канале о рок-музыке в 2002 году лондон автор миднайт стали хэдлайнерами мера луны и господи я надеюсь когда-нибудь я попаду это фестиваль он тоже проходит вроде бы в германии они выступали там с на одной сцене из группа хим и умф перед толпой в 25 тысяч человек в марте 2003 года шон бреннан пересдает первые два альбома в европе и тут же к этому делу присоединяется iron records диски лондон автор миднайт выходят теперь и в россии они выходят с ранее не выпускавшимися бонус треками и новыми версиями старых песен с 2003 по 2004 год лондон автор миднайт с были хэдлайнерами фестивалей и концерта в европе и сша трижды распродавались все билеты в рокси театр в лос-анджелесе и выступив на огромных фестивалях дуор и зила в европе также лондон автор миднайт выпускают новую композицию под названием фир которая с вошла в саундтрек к фильму пила 2 2006 года и и сразу заняла первое место в немецком чарте альтернативной музыки в группу на период с 2001 по 2008 год приходит ударник джо си с ним группа записывает четвертый альбом и выступает на концертах осенью 2007 года лондон автор миднайт выпускает свой четвертый студийный альбом под названием violent acts of beauty в декабре 2007 года альбом был выпущен в россии революционный диск стал хитом как у новых так и у старых фанатов был критически встречен прессой а немецкий журнал orkus заявил что violent acts of beauty это шедевр звука и лирики а в октябре 2007 года лондон авто миднайтс возглавили orkus music international фестиваль который провел группу через германию францию бельгию италию испанию португалию австрию и грецию в последнем альбоме в плане текстов уклон был в сторону политики и протеста осуждающие действия правительства сша а также нынешнюю молодежь в обществе и в целом из интервью violent acts of beauty социально-политический и резкий альбом не было проблем после его выхода цензура запрет продажи я ни о чем таком не слышал ни одна песня не будет звучать на коммерческих радиостанциях сша альбом писался в то время когда у меня были сложные отношения с бывшими членами группы у них были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами это был какой-то хаос из попыток сделать что-то не цельное с этими людьми в живой группе в своем последней в своей последней работе в violins acts of beauty шон бреннон соединил музыку протеста 60-х годов современным и оригинальным звучанием с мая по июль 2008 года лондон after midnight гастролировали по германии и по сша возглавив в очередной раз wave gothic triffin в германии перед больше чем 12 тысяч человек а затем целый месяц колесили по соединенным штатам америки в это время на концертах в группе играл музыкант трабл вали который появился на концертах wave gothic triffin в 2008 году осенью 2008 года группа вернулась в турне по европе и выступила в россии и финляндии польши великобритании греции германии и многих других странах в начале 2008 года лейбл metropolis records пересдает три альбома группы с 2009 по 2015 года лондон after midnight гастролировали по европе и посетили мексику россию польшу финляндию и соединенные штаты америки побывках хедлайнерами на немецком анфи-фестиваль на вэйф gothic triffin на фестивале кастл пати в польше а также на рок-си театр в лос-анджелесе и айрон плаза в нью-йорке из интервью почему между выходами твоих дисков такие большие интервалы чем ты занимался все это время не очень-то легко финансировать запись и издавать диск при нынешней ситуации со скачиванием файлов нужна поддержка поклонников чтобы быть в состоянии записывать музыку в прошлом всегда была эта поддержка я заменил всех участников группы это конечно помогло но многое пришлось отложить пока я обдумывал хочу ли я продолжать деятельность группы или нет это также послужило причиной задержки выхода альбома violets acts of beauty я знал что мне надо выступать но я просто не хотел иметь никаких дел с моими бывшими музыкантами поскольку они были очень негативными личностями текущий состав просто идеальный они не только профессионалны но и очень приятные люди это идеальный состав лондон автор midnight именно тогда формируется окончательный состав группы лондон автор midnight это шон бреннон вокал гитара и собственно новые музыканты пит пейс ударные мэтью сетзер гитара и рэнди матиас бас гитара последний присоединился группе в 2005 году это была первая из двух частей биографии американской группы лондон автор миднайт скоро буду записывать вторую часть так что следите за новостями и всем мир а а